я приветствую всех подписчиков канала сделано в кбр и сегодня хотел бы поговорить стать самым далиевым то сам салам алейкум как твои дела хорошо вас как то же самое спасибо и хочу вернуться к событиям 2005 года когда группой вооруженных лиц было осуществлено нападение на чик но эти события все знают помнят и вот связи с этим почему я встретился именно с той самым то я сам хорош как хотел бы рассказать одну историю что произошло в тот день с его сыном даты и сделать такое короткое обращение в да так пожалуйста слушаем вот те тот трагический день я по делам выехал в ингушетию играть к родне да 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 к родне поехал и включил радио и ехал обратно уже слышу по радио что так я извиняюсь я перебил ты живешь жил и жил тогда в нальчике просто ты поехал по делам кроме возвращаясь узнала бы да пусть я где-то название был из вран мы раньше когда ездили через курс нижний куркулу и в радио через радио передают что пятую школу захватили а сын учился в 5 же меня два сына там училась учились один девяносто пятого года и второй девяносто восьмого года первый класс как раз пошел мальчик да и не его зовут я слышу что захватили школу я не раздумываю и начну притопил на машине доезжая ингуйский пост молгоберскими я пропустил вот он следующий стоял пост совместный осетинский с российских тогда очень тяжело было посты проезжать меня не пускали вот никую там еще рядом стоял мой двойродный брат тоже не пропускали мурат года борщу еще мой хороший друг писал очень бы они тоже просят этих на посту совместно по не пускают потом я делаю будь что будет машину сел притопил стрелять будет не стану не стали мушать и у меня в голове мне уже знаете и доезжая до поста курп нижний курп там вообще очень строго было тирский район отверстия в растерянности был супруга сказала что старший сын пришел домой младшего нету пропал а супруга осталось вальчике и короче по телефону я узнал что младший сын пропал у меня путь купе уже не пропускать и кабардин парень сотрудник гаи тогда он подошел мне говорит я тебя пропущу на риски страх свой даже я могу и работу вот этот парень меня пропустил я ему даст по сегодня очень благодарен я приехал мальчик машину поставил как мог добрался штаб был тогда она по улице чекалова угол толстого и чекалова и вот туда проходим и мать моих детей моя сестра все там вот всех детей нашли моего сына нет единственного моего сына не могут найти младший сын я бегал там по городу бегал жалко было такие хорошие красивые парни жизнь свою потеряли очень на сердце тяжело было и потом мы стали нам подошла женщина говорить что я хотел бы еще благодарность сказать парнем которую старший классник который учились в этой пятой школе они вот этих первоклассников всех кого могли через забор перекидывали чтобы они могли убежать процессе дети бегут не знаю куда его в растерянности и в растерянности и мне говорят какая-то едет машина и везут какого-то светлого мальчика и раз подъезжает девятка красная девятка и мой сын выходит это уже не объяснить какая радость была и выходит парень муж женой они были они видят пацан испугался бегает не знает куда идти не врут то ли в аэропорт надо мы живем возле аэропорта они его взяли с собой увезли в черек вот который на трассе человек увезли и привезли его и и когда они приехали я знаю я помню что этого парня звали арсен и он не хотел давать номер телефона я у него взял номер телефона и сказал мы встретить увидишь и тот как я вот помню красная девятка мужчина они были я еще после этого искал их сколько раз и жди меня обращался туда я попросил вот на рынке зеленом работает по хозяйственной части лёха есть этого человека и у него он тоже мне помогал искать а про получилось как у меня телефон то время он очень дорогой телефон был и сидя в одной компании у меня телефон пропал вот вместе с телефоном для пропал и номер понимает этого арсена я хотел бы а номер телефона ты тогда когда они она я записал сотовый телефон и вместе с этим телефон пропал где-то через неделю вот так мы собирались чё интерес был дома если чуть по скандалям мой сыночки на если вы меня обижать будет ягод череку и дядя арсена я бы хотел бы его если можно найти чтобы он не думал что я спрятался и лично я его очень долго искал и ищу по сегодняшний день всех кто мне говорит что с черека я вот спрашиваю то есть эта семья получается после твоего сына увезли от греха подальше туда в среде потом когда вернули дали номер телефона но ты его потерял и не смог он даже не хотел мне номер да зачем ягод я телефон хотели потом поехать в гости супруга с детьми но как бы слова благодарности выразить за за вот по сегодняшний день на моей душе вот это я знаю как комок горле вот висит как будто я чтоб он может он думает что я спрятался неблагодарный он такой может он так и никогда жизни подумать я понял про встречи очень хорошие люди были не хотелось бы его найти вот я не знаю кто увидит это видео арсена жители черека все-таки уже 18 лет прошло красная девятка может сам арсен увидит может знакомые до супруга на чекала не провезли что они они наверное его имя редкое он исполнит просьба откликнуться связаться с той самом далее или напишите в комментарии мы там уже дальше будем 8 рост метр сейчас уже нормальный рост очень большой парень здоровья благодаря таким людям он спасся в то время что только в голову не приходит может украли родители это мне вот сейчас благодаря алиму аллаху первую очередь благодарим мощь мы встретимся я сейчас на пенсии по инвалидности ну рад был бы встретиться мы будем надеяться все-таки В жизни всякое бывает Такие вещи нельзя Я, честное слово, поставил даже на сына Когда я смотрю, все время вспоминаю Вот как бы его, вроде и в республике не большая Но всех, кого я знаю, из червейка, везде Всем рассказывал историю Думаю, может, где-то сидя за столом в компании На свадьбе, может, кто-то вспомнит Вот искал я А сейчас я возил надежды на Аллаха И потом на канал сделан Ну и на тех жителей, может быть, все-таки найдется этот Арсен И мы будем ждать Он скромный такой, скромный парень был Я-то всех помню Будем ждать, надеяться Арсен, если ты меня видишь Я буду очень рад с тобой встретиться Посидеть, поговорить Я не забыл этот день И никогда в жизни не забуду Спасибо тебе за все, от души Вот такая история Всем доброго дня Здоровья Здоровья